Друзья, меня попросили прокомментировать вот это забавное видео. Вообще, я вам очень благодарен за то, что вы мне присылаете различные ссылки. Все объять невозможно, и поэтому в силу своих возможностей, если у меня есть время, то я, конечно, это делаю с удовольствием. Итак, чтобы вы знали, о чем речь. Блогер, живущий в Португалии, расхваливает жизнь в Португалии, почему-то обращается все время к немцам, живущим в Германии, ну, так сказать, сравнивает цивилизованную и нецивилизованную жизнь, в кавычках, пытаясь доказать немцам, что в Португалии жизнь намного лучше. Внимательно послушайте, что вызывает в его душе радость. Я здесь чувствую, как вы во времена Советского Союза. Жалко, карифанов, пацанов нету во дворе, а так бы пошли, погуляли, расслабон полный. Вот скажите мне, немцы, вот вы можете купить бутылочку вина, прийти на общественный пляж, открыто достать ее, отломать кусок вкусного кукурузного хлеба, какую-нибудь копченую колбаску и сидеть пить и есть, не скрываясь от полиции. Не думая про то, что кто-то рядом сидящий будет думать плохо про ваши манеры. Типа... Фу, как некультурно. Как бомж сидит чавкает, а сами подумайте, проглотив слюну, гад, аппетитно жрет, может попросить кусочек, но воспитание и чувство превосходства не дадут вам это сделать. В одной вещи господин новоиспеченный португалец прав. Дело, в общем, тоже в воспитании. Немцы просто не будут это делать, в общественных местах спивать пойло прямо так из горла. Еще и чавкая при этом, что особо доставляет удовольствие этому товарищу. И дело вовсе не в высокомерии, а в том, что существует некое понимание, или, я бы сказал так, уровень культуры общества несколько выше, чем тот уровень, откуда сбежал этот товарищ. И не потому, что даже это не эстетично, хотя это не эстетично, но и потому, что вокруг вас ходят маленькие дети. Немцы рассуждают так, если до 23 часов запрещена реклама алкоголя по телевидению, то тем более не должно быть алкоголя на улицах в общественных местах, чтобы дети это видели. Но товарища, недавно уехавшего из России, это очень раздражает. Понимаете, сидеть на общественном пляже, закусывать и пить из горла. Вот чего желает русская душа. Правила дорожного движения на территории всей Германии, ну и всего мира, конечно же, это святая обязанность. Как водителя, так и пешехода. Эти правила как бы существуют и здесь. Но мы узкие. Живем в свободной стране и перебегать через дорогу, когда нет машин, никто не запрещал. Я часто наблюдал у нас, когда на дороге никого нет, мы местные, переходим дорогу спокойно, без суеты. Посмотрев по сторонам, а вы, выдрессированные на германских, правильных с вашей точки зрения, законах, стоите как болванки посреди поля, боясь делать шаг вперед. Удивительно, человек совершенно не задумывается, а вернее, видимо, наверное, вообще ничего не читает. Если бы он читал, то он бы знал, что соблюдение такого простого правила, как стоять на красный свет и идти или ехать на зеленый свет, именно жесткое соблюдение этого правила уменьшает количество аварий на дорогах на 10%. 10% кажется немного, но на самом деле за этими 10% стоят тысячи человеческих жизней. Кстати, за год до этого этот же самый блогер, говоря о Португалии, сделал вот такой интересный ролик. Мне нравится, как ты заворачиваешь. Премия Дарвина. Да включи ты этот долбанный поворот. Какие проблемы? Я езжу каждый день за рулем и вижу на практике, как водитель с 25-летним стажем, что в Португалии очень трудно ездить, так как в некоторых городках могут быть только им понятны свои правила. Если бы они так ездили в Германии, их бы уже арестовали. А если бы в России пристрелили бы, или они сами умерли в ДТП? Португальские водители абсолютно не понимают, что творится вокруг. Они не в курсе, что есть зеркала. Видимо, поэтому не могут оценить дорожную ситуацию. Просчитать всех участников на пару ходов вперед. Только на пару. Больше не прошу. Португалы не могут оценить скорость, не видят маневры других машин. Далее, как следствие, на пустой дороге создают аварийные ситуации. Опасно обгоняют, постоянно экстренно тормозят, не отпускают тебя вперед и сидят сзади, прижавшись по максимуму к твоему бамперу. Я не могу понять, кто, кто учит так ездить. Уже хочу ради любопытства в автошколу пойти и посмотреть на местных инструкторов. Так сказать, заглянуть им в глаза. Это жесть. Даже в России такие права не дают. Но там еще и монтировкой схлопотать можно. В общем, кто выжил, тому и права. Это шутка, но блин, так, бесит. Значит, все-таки бесит езда без правил. Значит, все-таки не так уж нравится, когда делают, что попало. Но вот почему-то в отношении немцев, обращаясь именно к ним, он говорит, Перебегайте, расслабьтесь. Да что вы такие все слишком правильные. Жизнь-то интересная. Ей нужно наслаждаться. И в том числе наслаждаться тем, чтобы перебегать на красный свет. Со стороны как дрессированные смотритесь. Да расслабьтесь вы, наконец, перейдите вы эту чертову дорогу на красный светофор. Смелее. Вы даже в отпуске боитесь что-то нарушить. Так и хочется спросить, нафига тогда приехали? Ладно, наши переселенцы немцы, у них еще совковый менталитет. Но ваши арийцы немецкие, как зомби. Ну а теперь следующий ништяк португальской жизни, которого нет в Германии. Немцы, скажите, что за дебильный закон у вас? Нельзя разнимать двух дерущихся на улице людей. Третьего могут признать соучастникам драки и лучше всего позвонить в полицию. Вам не кажется, что вы очень уж уповаете на вашу полицию? А если дерущиеся это родственники или друзья, отбойник, что привлекут, будете стоять, да? У нас тоже с этим все в порядке, дал по морде, сел, без базара. Третьего не привлекают, так как лишний. И просто так здесь не садят. Да, действительно. Ну просто немцы какие-то ненормальные люди. Не хотят вступать в драку, если двое дерутся, а стараются побыстрее вызвать полицию. Ну чтобы это как можно быстрее прекратилось. Но новоиспеченный португалец дает немцам хороший совет. Не ждите полицию, не звоните никуда, сами разруливайте ситуацию. Одному в морду, другому в морду и быстренько дела, так сказать, разрулятся по понятиям. Если при этом разрастется очень большая драка, ну что ж теперь, не повезло. Потом все равно придется полицию вызвать. Но, как говорится, ты вписался, показал, что ты на что-то способен. Вот я думаю, вот эти русские мозги, русскую ментальность очень сложно выбить просто тем, что человек переедет в Европу. Понимаете, что я хочу сказать? Одного переезда недостаточно. Необходимо все-таки быть способным к адаптации. Или, скажем так, свои дикие привычки попытаться оставить в дикой стране. УАЗ. Не издавать громких звуков после 11 вечера. Этот закон закреплен законодательно, и его нарушения приравнивают к мелкому хулиганству. Здесь не только сыграет роль шумная компания, а также запрещено безострой необходимости гудеть в автомобильный клаксон. Как бы по закону орать нельзя ночью, но запретить не могут. Максимум скажут, не орите придурки. Если в каком-то очередном городке, коих везде полно, какой-то праздник, то бессонная ночь обеспечена всей округе. И этот закон у нас не работает в дни таких праздников. Полиции не видно, и это действие не прекратит никто. Традиции нужно чтить. Странные немцы народ. Хотят спать после 10 и 11 часов. Ну почему бы не покричать, как привык в Твери или в Воронеже собраться с пацанами, выпить, плевать на весь дом. Плевать, что весь двор и прилежащие дома вокруг не спят, но люди-то свободные, наслаждаются жизнью, так сказать. С немцами все сложнее. Дело в том, что большинство населения, ну скажем так процентов 90, просыпается утром в 5 часов утра. Вот это время, я думаю, большинству русских людей вообще не знакомо, что в 5 часов утра можно проснуться для того, чтобы собираться на работу. Для очень многих рабочий день начинается с 6, но до рабочего места нужно еще доехать. Во всех странах, в США, в Канаде, в Австралии это абсолютная норма. Поэтому люди часто просыпаются в 5 утра, умываются, как и все, готовят себе завтрак, садятся за руль машины и к 6 часам приезжают на первую смену. Ну вот представьте себе человек, который встает в 5 утра. Как вы думаете, он будет терпеть, если в 22 часа ночью или еще хуже, в 23 кому-то захочется погорованить? Я сомневаюсь, если бы этот новоиспеченный португалец поработал так, как работают немцы, я уверен, что он бы первый позвонил в полицию, если бы в 23 кому-то захотелось по соседству поорать. У вас, чтобы выловить рыбу, даже ради спортивного интереса придется заранее побеспокоиться о наличии соответствующей лицензии. У нас они тоже есть. Но у вас придется покупать еще и удостоверение рыболова, которое обойдется во много раз дороже. Вы что там, экзамены сдаете, чтобы корочки рыбака получить, а на уроках изучаете, как червяка на крючок насаживать? Абсолютно точно. Для того, чтобы рыбачить в Германии, нужно получить так называемый ангельшайн. Это удостоверение, которое получают после нескольких месяцев обучения в специальных клубах или ферраин, как это здесь называется. Да, и там будет немного теории, будут рассказывать вообще о рыбалке. И она рассчитана, кстати, в основном на среднестатистического человека, который вообще никогда рыбу не ловил. И поэтому там говорится все, в том числе и о снастях, о рыбах, о том, как нужно разводить костер, как нужно его тушить. В общем, о всем том, что необходимо бы знать на рыбалке, если рыбачить идет цивилизованный человек. Вот этот русский не понимает, для чего цивилизованному человеку чему-то учиться. Почему бы не жить, ну просто как варвар. Вот как предки говорили, привязал веревку к палке и получай удовольствие. И здесь вообще, кстати, рыбалка, как и охота, это одно из самых редких хобби. Ну хотя бы потому, что здесь считают, что убивать зверей и рыб, в общем-то, нет никакой необходимости, по большому счету. Я понимаю, что для русского человека есть особый кайф в том, чтобы именно выловить ее из реки. И чтобы прям там, на берегу реки, ее зажарить и съесть полусырой. Или сварить какую-то баланду, которую называют ухой. Но ведь я-то тоже там был и знаю, что рыбалка, по большому счету, это такая большая пьянка, называемая рыбалкой. Очень часто как раз ловом рыбы на русской рыбалке никто не озадачивается. Ну достаточно посмотреть фильм «Особенности русской рыбалки». Там, как говорится, все четко показано. Для чего существует русская рыбалка. Немецкая рыбалка – дело другое. К этому подходят серьезно. Рыбы в Германии немного, как и водоемов, где еще есть рыба. Поэтому к этому делу стараются подходить с особым вниманием. Понятное дело, русские живут на огромной территории. Они привыкли вообще ни о чем никогда не задумываться. В России стоянка таких рыбаков, оставивших после себя горы мусора, кишки вспоротые, рыбы пустые, бутылки из-под водки, вряд ли это кого-то удивит. Ну, так сказать, порыбачили мужики. Здесь такое видеть не хотят. Нужно еще помнить о том, что в России часто рыбалка и охота – это необходимая вещь, так как там просто элементарно нечего жрать. Часто мужчины, уходящие за рыбой или за дичью, приносят какое-то разнообразие на свой домашний стол. Немцы от этого не страдают. Дебилы у них сколько угодно, как и рыбы в том числе. Поэтому, собственно говоря, нет такой необходимости. Я читал ваши правила. Вы анатомию рыб изучаете. Зачем знать, сколько икринок у щуки? Кто это придумал? Вы что, отчитываетесь за каждую слопанную икринку? Хотите сказать, что ваши дети не получат такого удовольствия, как рыбалка? Я бы в 12 лет не сдал экзамены на рыбака. Отвечать нужно на 300 вопросов. И что, у меня не было бы моего детства? И у моих друзей тоже? Мы на речке все лето время проводили. Детство абсолютно точно может пройти без рыбалки и без всяких походов на реку. Для русского человека это обычное время предпровождения, как я уже сказал. Это передается из поколения в поколение. Но это не значит, что это именно то, чем нужно заниматься. Вообще, в течение всего этого ролика новоиспеченный португалец пытается рассказать, как это здорово быть полудиким человеком. Как это здорово оставаться во всем и всегда русским. Ну, например, найти такое местечко, где никого нет, развести костер, пожарить колбаски. А самое главное, самое главное, вот это господа. Ну, что привлекает в русской рыбалке? Конечно же, дома пить за столом, но это как-то не так. Ходить в ресторан или выпить за ужином, как это делают немцы, это скучно. А вот где-нибудь в багажнике машины, да еще при этом разведя костер, где попало, вот она романтика. Эх, жареной рыбы только не хватает. Да, тяжелая страна Германия для русского менталитета, что ни говори. Когда я написал ему, извини, никто тебе хлопать не будет и, думаю, бизнес твой будет провальный по попытке толкнуть португальскую недвижимость, эх, разозлился он и отключил комментарии к видео. Я обещал ему там, что как только кто-нибудь мне напишет, что ему очень плохо живется в Германии, теперь я обязательно буду отправлять их в Португалию, потому что там, как я понимаю, что-то очень сильно напоминает Россию. Субтитры создавал DimaTorzok